Патрушев, который мы с вами, кстати, анализировали послание Путина 29 февраля, так вот он не был на этом послании, был в Никарагуа, вернулся он из Никарагуа и отправился в Турне на Кавказ. Опасается Патрушев нестабильности в регионе. Сделал ряд заявлений о том, что видит какие-то сепаратистские сейчас процессы на Северном Кавказе. Традиционно обвиняют во всем Запад, в частности, даже обвинил Запад в попытке раскачать ситуацию в Махачкале. Скажите, пожалуйста, вот это очередное Турне Патрушева на Кавказ, с чем связано, с чем его туда Путин отправил? Во-первых, он его отправил туда как секретаря Совета Безопасности. Это подтверждает, кстати, то, о чем мы с вами говорили, что это опровергает версию, кстати, генерала СВР и Валерия Дмитриевича Соловья о том, что Патрушев на самом деле является якобы верховным правителем Российской Федерации. Никаким верховным правителем, с моей точки зрения, он не является. Он является секретарем Совета Безопасности. Его отправляют туда, куда, где есть вопросы безопасности. И это его настоящая работа. Тем более, что Путин сам завалил эту карту. Мы ее с вами обсуждали всю осень, когда у Путина такое впечатление было, вот я над ним издевался и ехидничал, что Путин сделал себе обрезание, принял мусульманскую религию и теперь общается только с одними исламистами и мусульманами. Начинает с Хамаса, Талибана, Ирана, Хуситов и, соответственно, Кадырова, сын которого избивает русских православных в СИЗО, нарушает уголовный кодекс, а Путин под него ложится и говорит, что все нормально, все замечательно. Но видно по всему было, что напряжение это могло возникнуть, в том числе и на Кавказе, потому что эта политика не могла не вызвать какое-то недовольство. И, с другой стороны, вы знаете, вот это, кстати, наложилось на сообщения англичан и американцев о том, что в течение 48 часов очень сильно не рекомендуется их гражданам ездить вообще в Россию, тем более какие-то отдаленные регионы, потому что есть повышенная террористическая опасность. И вот она накладывается на этот вояж Патрушева. И, в общем, получается, что, наверное, действительно что-то там есть такое, потому что секретарь Совета Безопасности не будет просто так кататься ради того, чтобы прокатиться с одной стороны. Американцы и англичане не будут просто так напрягать обстановку, если у них нет какого-то слива и какого-то инсайда. Вполне возможно, что там все-таки напряжение есть, тем более, что мы видели это, потому что было сообщение не 10 назад, это неделю назад, якобы о том, что была ликвидирована какая-то террористическая группа. Но деталей много они не давали. С другой стороны, переоценивать это тоже не надо, потому что ФСБ – это большая организация, у которой есть представительство практически в каждом районе, так называемое ФСБ. И всем надо отчитываться, и всем надо отчитываться, что они ловят каких-то иностранных шпионов. А шпионов, на самом деле, мало. А когда их мало и их нет, их надо придумывать. И точно так же они придумывают этих террористов. И вообще Патрусов с Путином, я вам напомню, в 99-м году начинали с того, что они стали взрывать своих собственных граждан. Значит, ФСБ взрывает Россию, потому что надо было Путина избирать президентом, а его никто не знал. И вообще россияне не очень сильно, может быть, и хотели в этом потенциально. И тогда же устроили несколько взрывов, которые изменили всю обстановку. Обстановка страха, обстановка террора. И народ стал требовать сильную руку. И тут возник Путин, значит, как выходец из ПГБ, из специальной службы, вот, пожалуйста, значит, его тут избирает президентом, молодой, красивый, мощный такой, значит, вот, в Чемскую войну он второй, там, третью начал. Вот. Так что, в общем, из поездки Патрушева, кстати, она, ничего хорошего, я не вытекаю, с моей точки зрения, да, потому что, опять же, вот, опять же, из старых историй, я вам напомню, что одна из таких поездок, когда он 5 октября 22-го года поехал в Крым, для того, чтобы там посовещаться по поводу того, по поводу безопасности Крыма, через 3 дня был теракт на Крымском мосту. И было такое подозрение, что вообще, на самом деле, Патрушев ездил туда, чтобы организовать эту провокацию ФСБшную, которая потом, за которой потом последовали, значит, назначение Суровикина командующим группировкой войска в зоне специальной, так называемой, военной операции, и начало регулярной бомбардировки цивильной инфраструктуры Украины ракетами там и дронами. Вот, и поэтому от Патрушева ждать можно все, что угодно, но самое главное, что он здесь занимается своими прямыми обязанностями секретаря Совета Безопасности. Впервые? Нет, не впервые, но... За последнее время. Ну, за последнее время. Да нет, я на самом деле считаю, что он так этим и занимался, просто ведь из него сделали чуть ли не главного командира вообще вместо Путина, который якобы там умер 26 октября. Вот, я в это дело не верю абсолютно, и чем дальше, тем больше, кстати. Вот, и потому что, ну, грубо говоря, там же говорили, что он хотел назначить своего сына, который является министром сельского хозяйства, а для того, чтобы назначить премьер-министром, а для того, чтобы сделать, что-то вот 4 месяца прошло, а никакого премьера Патрушева-младшего нету, и его даже вице-премьером не сделали, то есть в это очень слабо верится все.